Два с половиной метра в длину, 80 сантиметров в ширину, почти полтора метра в высоту. Символ Уссурийска поселился на разворотном кольце возле железнодорожного вокзала. Яркая фигура тигра заметна со всех сторон. Она выполнена из специального полимерного материала, стойкого к перепадам погоды. Поэтому укрывать фигуру не станут даже зимой. Летом клумбу вокруг тигра будут украшать разнообразные цветы однолетники. В этом году высадят белые и красные бегонии и голубой агератум. Установка вот этой топиарной фигуры тигр была как бы спланирована и предусмотрена достаточно давно. Просто думали, искали место, где ее установить, как это будет выглядеть. И в конце концов пришли к тому, что эта фигура будет установлена здесь, в окружении цветов, таких же ярких и красивых, как тигр. Весит тигр около 100 килограммов. Специально для его установки изготовили крепкое основание и вынули грунт. Чтобы бетона не было видно, в будущем вокруг фигуры сделают небольшую земляную насыпь. Стоимость всех работ более 300 тысяч рублей, которые выделены из муниципального бюджета. Закончить благоустройство территории вокруг нового элемента городского ландшафта планируют уже в ближайшие дни. Однако уже сегодня жители отмечают, Уссурийск преображается буквально на глазах. День ото дня город становится краше. Насколько мне известно, не так давно он считался одним из самых озелененных городов Уссурийск, чего сейчас с земляного стройки и со всем остальным нет. Я думаю, что это интересно. Нравится? Мне нравится, лично мне, да. Озеленять и рассаживать деревья, кусты надо по-любому. Так же, как и делают площадки сейчас, однозначно надо. Новая фигура тигра на разворотном кольце – еще один элемент ландшафта, который преобразил Уссурийск в лучшую сторону. Кстати, жители города могут повлиять на преображение своей территории. Благоустройство общественных пространств – один из четырех проектов, за который жители смогут проголосовать 1 июля в рамках формирования народного бюджета. Если Уссурийца одобрят эту инициативу, на нее направят 55 миллионов рублей, которые дополнительно выделены городу из краевого бюджета. Светлана Садовая, Роман Адонин, Телемикс.